Сильные дожди превратили почву вдали от дорог в вязкую грязь. И в эту ловушку попала дикая лошадь, она мчалась от какого-то шума и по привычке всей массы прыгнула в поле, но под копытами была не твердая почва, а вязкая глина, сначала она просто пыталась выбраться, активно прыгая. Но это не сработало. Наоборот, тяжелое тело животного лишь глубже застревало в грязи, в том месте были слишком мягкие и зыбкие почвы и под действием дождей это превратилось в опасное грязевое болото. По мере того, как грязь поднималась по ее телу, кобыла запаниковала и попыталась освободиться, но, конечно, это только лишь приводило к еще большему погружению. Небольшая площадь опоры копыт никак не позволяла сильному животному выбраться из глины. Дикая лошадь смогла лишь освободить передние лапы, чтобы попытаться ухватился за край ямы копытами, в то время как мощные задние лапы полностью увязли в грязи. Поскольку основная сила лошади исходит именно от задних ног, шансы выбраться наружу стремились к нулю, в течение нескольких часов лошадь пыталась выбраться из болота, и временами это казалось ей возможным. Но, в конце концов, она продолжала соскальзывать обратно в грязь, со временем даже такая сильная лошадь очень устала и выбилась из сил. Предельная усталость и цепкая грязь просто не оставляли шансов выбраться из ямы самостоятельно, трагичность ситуации заключалась в том, что в этом районе было мало людей. До захода солнца оставалось лишь несколько часов, и, казалось, что лошадь останется здесь навсегда, она будет медленно умирать от голода и истощения. Лошадь оставалась неподвижной, тяжело дыша, потому что грязь давила на легкие и мешала даже дышать, животное постепенно теряло надежду когда-нибудь снова выбраться из грязи, потому что она была одна, и никто не придет на помощь. К тому же эта дикая лошадь, которую никто не станет искать или спасать, лошадь понимала, что доживает свои последние часы, но тут случилось-то, чего никто не мог предсказать. Внезапно на опушке леса появился мужчина верхом на коне, это был фермер Дарил Главер, он имел свою ферму в паре километров от этого места и случайно увидел голову лошади в грязи. У Дарила на ферме тоже были лошади, так что он очень хорошо знал этих четвероногих друзей, кроме того, фермеру принадлежал участок земли, которым он управлял и присматривал. Именно по периметру этой территории в тот день прогуливался Дарил Верхом на одном из своих скакунов, он искал, какую подходящую сосну можно будет срубить и использовать для нужд конюшни. Но вдруг вдалеке он увидел странный шевелящийся объект, мужчина отправился на разведку и наконец услышал характерные звуки, а приблизившись заметил дикую лошадь, основательно застрявшую в грязи. Он видел, как бедная лошадь беспомощно трепыхалась в болоте и тщетно пыталась выбраться. Дарил не мог просто так стоять и смотреть, как несчастное животное в одиночку и безуспешно борется за свою жизнь из последних сил, поэтому он стал думать, как немедленно помочь животному. Было видно, что силы покидают лошадь, она задыхается и глубже погружается в пучину. Оставалось буквально несколько часов до трагичного исхода, лошадь смотрела на человека таким взглядом, как будто моля о помощи. Чуть ли не плакала, она не могла сказать мужчине словами, что хотела от него, но слова и не требовались, мужчина быстро понял, что ему не вытащить застрявшую лошадь без дополнительной помощи. Погода была ужасной, из-за этого одной веревкой и коня будет мало, для спасения кобылы, чтобы освободить лошадь, потребуется больше одного человека. Через 45 минут фермер вернулся на место спасения, на этот раз с друзьями и соседями, он надеялся, что дополнительное оборудование и сильные люди ускорят спасение. Два внедорожника были припаркованы у края грязевой ямы, на еще твердой почве, план был такой обвязать лошадь ремнями с храповым механизмом и использовать внедорожники, чтобы попытаться вытащить животное. Надеюсь, этого достаточно, чтобы освободить лошадь, подумали мужчины, но гарантий не было, никто не был уверен, что спасательная операция сработает, вскоре эта небольшая команда приступила к работе. Они завязали ремни вокруг дикой лошади, которая смотрела на них очень грустно и к удивлению спокойно, у нее не осталось сил сопротивляться, и она, казалось, понимала, что люди здесь, чтобы помочь ей. Внедорожники начали тянуть, сначала аккуратно, потом сильнее, мужчины знали, что такие ремни могут резать кожу и лошадь покажет, что ей больно, но кобыла не проявляла никаких признаков дискомфорта. Похоже, она уже смирилась со своим негативным исходом, мужчины действовали аккуратно, чтобы не навредить животному, потребовалось несколько попыток, но вскоре тело лошади сдвинулось, Дарил увидел в этом положительный знак. Но он также знал, что впереди еще много работы, он выпрыгнул из машины, залез по пояс в грязь и стал возиться с ремнем, на этот раз на задних ногах лошади. Он убедился, что ремень закреплен так, чтобы он не соскальзывал, прежде чем вернуться в машину и потянуть, ко всеобщему удивлению, лошадь начала медленно вылезать из болота. Поняв, что она начинает вырываться, кобыла возобновила попытки выбраться, она стала отталкиваться задними копытами изо всех оставшихся сил, наконец она вылезла из ямы, лошадь была вся в грязи. Дарил и его команда развязали ремни и стали очищать тело лошади от грязи, животное не сопротивлялось, люди аплодировали и радовались успеху его подвига, тяжелая работа увенчалась успехом. После этого кобыли дали немного овощей и воды и отошли в сторону, чтобы не смущать и не пугать, но в этот момент всеобщей человеческой радости дикая лошадь сделала что-то удивительное и неожиданное. Она повернулась и медленно подошла к Дарилу, затем она опустила свою огромную голову, встретилась с ним взглядом и наклонилась вперед, как бы благодаря мужчину за его доброту и мужество. Дарил, который всю жизнь общался с лошадьми, в этот раз не знал, как реагировать, настолько это было необычно и удивительно. Спаситель просто протянул руку и погладил величественную морду животного, как будто люди и животные слились воедино и оба пережили прекрасное безмолвное мгновение. Дарил с трудом сдерживал слезы и чувствовал невероятную гордость в груди, даже дикие животные могут понимать людей без слов и быть благодарными, лучше чем некоторые люди. И это поистине невероятно и вызывает самые добрые и теплые чувства, люди вокруг смотрели на эту сцену общения Дарила и кобылы, открыв рты, не издавая никаких звуков. После чего дикая лошадь развернулась и медленно побежала на волю. Спасибо за просмотр. А вы как считаете, дикие животные способны на понимание, сострадание и благодарность к людям, или это не былицы?